Привет, друзья! С вами снова Софья и очередной разбор лучших работ нашего марафона фантастической иллюстрации. Напомню, что в этот раз на марафон мы рисуем киноафишек классным фантастическим короткометражкам. И в третьем туре на нашем счету уже получается шесть короткометражек, потому что в каждом туре можно выбрать одну из двух, и очень много классных работ. С каждым туром работа становится все круче и качественней. Это факт. В этот раз мы иллюстрировали две короткометражки. Одна из них называется «Калиб», а вторая называется «Спасибо за воспоминания». Обе они не нарочито фантастические, то есть у них есть изюминка фантастического допущения, но в то же время это не фантастика про космос и не фантастика про какое-то нереальное будущее, с чем мы с вами уже сталкивались в этом марафоне. Тем интереснее, как участники решили киноплакат для этих картин. На мой взгляд, получилось классно, но есть пара вопросов, которые мне хотелось бы задать участникам, и один из них я проиллюстрирую в конце разбора работ. Так что, если вам интересно, что же меня волнует, сразу можете мотать в конец. В этом разборе мы будем говорить о тех же принципах и подходах в иллюстрации, о которых говорили раньше, но, возможно, на этот раз более наглядно мы поговорим о композиционном сюжете, да, и о том, как классный сюжет вписать классно в композицию и не прогадать. Надеюсь, вы помните, зачем нам нужны эти рамки, но на всякий случай повторю, это необходимо для того, чтобы посмотреть насколько хорошо работы укладываются в кадрирование. У нас есть горизонтальная рамка и вертикальная. Сразу оговорюсь, что эту верстку я не высылаю в конкурс, потому что это один из вариантов того, как мог быть реализован дизайн, но, по сути, текстовые блоки могут двигаться вверх-вниз в разных направлениях, поэтому это не критично. Ну что ж, перейдем к работам. Сегодня ровно 10 работ. Несмотря на то, что было много работ примерно одинаково крутых, я взяла себя в руки и все-таки выстроила какую-то последовательность. Сегодня никто не делит ни первое, ни второе, ни третье место. Каждый на своем месте, но при этом я бы сказала, что, наверное, сегодня в марафоне работы еще лучше, чем в прошлый раз, и поэтому те участники, которые находятся не в первой тройке, можете считать, что вы потенциально в шаге от победы. Ну что ж, приступим. Итак, победитель сегодняшнего тура марафона Расуль, наш постоянный участник. Он сделал две работы, но именно эту я хотела бы отметить и взять ее за нашу сегодняшнюю главную иллюстрацию. Во-первых, мне хотелось бы сказать, насколько лаконично и хорошо решено пространство, и, во-вторых, подметить, что зачастую вот такие простые ходы наиболее уместны для обложек. При этом не имеет значения обложка чего? Обложка фильма, как сейчас мы работаем над кинопостерами, обложка книги, обложка музыкального альбома и так далее. Обложка судит одной цели – привлечь внимание покупателя, зрителя, читателя, слушателя и так далее. В данном случае обложка отличная, потому что она сразу привлекает внимание своим цветом. Обратите внимание, что выбраны те цвета, которые максимально приятны для взгляда зрителя. Это самые рекламные цвета. Небесно-голубой, но такой цвет морской волны, который свидетельствует о свободе, о чистом безоблачном небе, именно о прозрачной воде, даже, наверное, больше. То есть вот цвет такой свежести и свободы. И малиновый цвет – это самый съедобный цвет, даже более съедобный, чем оранжевый. Хотя оранжевый, несомненно, тоже может побить рекорд и встать это на одну ступеньку. Но оранжевый более сытный, а малиновый – он более такой. Именно вот так же, как голубой, свежий. Это ягоды, да, это какие-то соки, возможно, даже свежее мясо в каком-то смысле, потому что, если вы посмотрите на свежее мясо издалека, то оно будет не бордовым, не красным, да, не кроваво-красным, а именно малиновым, потому что прожилки вот этих белых жировых тканей, они смешиваются с основным цветом и получается как раз-таки такой розоватый оттенок. Я, конечно, не поклонник мяса, но это хорошая доказательство того, что это еще одна причина, почему малиновый цвет так любит наше сознание, даже сознание тех, кто мясо не ест. Ну, потому что эти люди любят ягодки, например, они тоже малиновые. Желтый цвет, несомненно, цвет солнца, цвет тепла. Я думаю, что его меньше, чем два других, стоит обсуждать. При этом обратите внимание, что оттенок желтого может быть разным. Этот оттенок можно было сдвинуть еще немножко в сторону холодного, желтого, то есть лимонного желтого, потому что он воспринимается также более свежим и менее болезненным, потому что есть некоторые оттенки желтого, когда они менее насыщенные, сдвигаются в сторону зеленого, именно не лимонного, а именно зеленого цвета. Это как раз-таки тот самый желтый Достоевского. Здесь же цвет желтый теплый, он как раз-таки ассоциируется с солнцем. Если бы мы сдвинули его, по моей рекомендации, больше в лимонный, то он бы стал более свежим, таким как цитрус. Это тоже было бы здорово в рамках сочетания с этими двумя цветами, которые уже у нас есть. Но хватит про цвет. Мне бы также хотелось сказать о том, что композиционная эта работа, несмотря на то, что максимально лаконична, она и хороша тем, что это беспроигрышный вариант, который использовался многими иллюстраторами, и он себя показал как удачный подход. Давайте посмотрим, насколько хорошо это вписывается в наши рамки. И, в принципе, я думаю, что вы понимаете, что здесь как ни крути, хоть по горизонтали, хоть по вертикали, хоть по диагонали обрезай, все будет отлично, потому что максимально простая композиция. Единственное, что мне хотелось бы отметить, это именно техническое исполнение работы. И обратите внимание, что если мы рисуем маленького ребенка, то у нас есть определенные моменты, на которые стоит обратить внимание. Должны быть более тонкими шейка, пухленькими, но не тяжелыми щечки. То есть, да, это значит, что вот этот вот угол, он будет более вычерчен, но в то же время не нужно рисовать вот какие-то такие мимические морщины, которые свидетельствуют о возрасте. Вот здесь, да, обратите внимание, ребенок больше похож на ребенка, именно потому что у него есть вот эта вот хорошо очерченная челюсть, тоненькая шейка и минимум мимических морщин. Хотя все равно этот мальчишка старше, чем тот мальчик, которого мы видим в фильме. Другими словами, стоит избавляться от этих элементов, портрета, если вы хотите сделать вашего персонажа молодым. Кроме того, важный момент в этой истории – это губы. Постарайтесь не обводить губы никогда целиком, потому что это опять-таки старит вашего героя. Достаточно сделать парочку штришков, да, сверху, чтобы показать верх губки, и снизу, чтобы показать тень под губой. Этого будет вполне достаточно, особенно вот на таких, да, историях с улыбкой, да, со смехом. Губы здесь лишние. Плюс, когда человек говорит, у нас, понятно, видно зубы, но зубы – это достаточно взрослый и хищный элемент. Если мы рисуем ребенка, не нужно прямо прорисовывать все эти зубки, можно показать их меньше и более, как бы, такими аккуратненькими. То же самое, да, и здесь. Также не обязательно было бы так рисовать губы, их можно чуть-чуть сделать попроще, убрать там какие-то мимические морщины, чтобы сделать ребенка более молодым. Конечно, часть эмоций уходит, то есть какую-то часть все равно можно было оставить, да, например, вот одну там мимическую морщинку под глазом, а может быть меньше дать верхнего века, потому что здесь уже становится слишком много, да, линий в верхнем веке. Ну, то есть это уже такие моменты именно технической отрисовки анатомии, которые, на которые стоит обратить внимание, если вы рисуете молодого человека. К тому же у вас здесь есть полутон, вот это, да, точечки другого оттенка. За счет них вы можете добавить как раз таки эмоцию, добавить тени, но они будут не такими яркими, да, не такими тяжелыми, как если вы будете создавать их с помощью линии. Ну, в остальном, в общем, это все отлично, я тут все совсем править не буду. Ну, вот даже если просто убрать до моей правки, вы увидите, насколько более взрослым становится вот, например, центральный ребенок, ну и многие другие. В общем-то, я думаю, что с победителем все, можно перейти к следующей работе. Следующая работа Екатерины, это победительница предыдущих двух туров марафона, сейчас немножко на втором месте, поднижение с первого, но, в принципе, это не имеет большого значения. Если вы продолжите в том же духе, то считаете, что вы победили в сухую. Что касается этой работы и почему она не на первом месте? Во всех предыдущих работах, кроме исполнения сюжетного, было очень на высоком уровне исполнение техническое. Сейчас вы немножко как будто бы подзабили и отошли от этого серьезного восприятия вашей работы, и сейчас фактур слишком много, и они плохо согласуются между собой. То есть во всех предыдущих работах, если вы помните, у вас, у автора этой работы, все фактуры идеально сочетаются друг с другом, даже если они контрастны друг к другу. И это сила. В данный момент мы видим, что у нас очень много фактур. Вот это одна фактура, дальше вторая фактура, третья фактура и четвертая фактура. При этом вот эти три фактуры, они вроде бы одинаковые, да, это шум, но из-за того, что шум разной величины, да, то есть тут он мельче, здесь он крупнее, воспринимается взглядом как разные фактуры. И это не плюс, да, то есть лучше пробовать менять фактуры не размером зерна, да, а тоном, то есть то, что вы, в принципе, успешно делали в предыдущих работах. Другими словами, чтобы не уходить вот в такие разные воплощения одной, одного и того же, да, стилистического подхода, можно просто тоном все это решать. А у вас это отлично получилось сделать на лице, да, есть вот светлый нос, да, есть более темные области, но почему-то вот под рукой вы делаете такую очень, ну, какую-то простенькую тень. Если уж у вас в руке такая классная фактура, вот эта вот сеточка, да, она потрясающе здесь смотрится, почему бы вам не сделать так же и саму тень, не нарисовать ее от руки, да, вот так. У вас же отлично получалось это в предыдущих работах. Попробуйте. Я думаю, что работа будет смотреться намного выигрышней. Плюс то, что я говорила, изменить вот эту историю с шумом. Возьмите один и тот же ранжир вашей крошки, да, вот этой текстуры. Например, ухо как минимум, да. Ну, я понимаю, что вы хотели сделать его как бы таким немножко выпадающим из общей картины, но сейчас оно слишком сильно отваливается. Именно из-за того, что у него не просто фактура другая, а другое все, да. Размер этой текстуры, тон и даже немножко другой цвет. Давайте попробуем сделать просто такое же, ну, ухо из той же фактуры, что и здесь просто именно поменяв оттенок, не оттенок, пардон, тональность работы. Просто кривим. Не работы, а самого уха. То есть фактически вот у вас та же крошка той же величины, но ухо также смотрится, ну, как бы, инородно, вот правильное слово, да, но не настолько инородно, как здесь. То есть здесь это просто, и у вас здесь появляется гиперобъем, который не нужен, да, в вашей плоской стилистике, и какая-то странная фактура, которая также выбивается из всего остального. Я понимаю этот ход, но тогда нужно было бы сделать что-то еще таким же, да, выбивающимся. У вас слишком контрастно сейчас, три контраста слишком активные, да, это рука с ее фактурой, это лицо с его фактурой и ухо с его фактурой. И эти контрасты, они сейчас практически равны, но не по объему, да, потому что мы знаем, что бывают контрасты по объему, бывает контраст, да, по цвету, ну, и, в общем-то, по форме и так далее. Ритмические контрасты. Сейчас же мы видим, что у вас они равны не потому, что они занимают одинаковый объем, да, совершенно очевидно, что объем у этих трех областей, да, вот рука, лицо и ухо. Он разный, при том, что рука и лицо объемы примерно одинаково. Но из-за того, что ухо очень объемное само по себе, да, то есть оно выбивается из плоскостного решения всей остальной работы, поэтому и объем его увеличивается. То есть он не смотрится как акцент, он смотрится слишком нарочитым. Поэтому если вы просто его уберете, да, у вас сразу смещается фокус туда, куда вы хотели поместить, соответственно, внимание зрителя. Центр, да, вот происходящего, центр вашей композиции, который, в принципе, находится по центру, в этом нет ничего зазорного, это даже классно в плакате, как мы уже разобрались. Но как только мы возвращаем ухо, сразу взгляд зрителя, оно перетягивает, забирает на себя очень много внимания. То же самое и с задним фоном, то есть вот этот вот объем, он слишком нарочитый. Не бойтесь взять и углубить, да, вот здесь вот тень. Не бойтесь, ничего страшного, если даже лицо там окунется в него, да, и станет таким же темным, как и фон. В этом нет ничего абсолютно зазорного и страшного, да. Пусть концентрация света будет только в необходимом месте. Здесь она вам не нужна. То есть это лишнее, как бы, световое пятно, да, которое, опять-таки, отвлекает внимание. Оно излишне. То есть если бы лицо просто, как бы, органично вливалось в фон, в этом не было бы ничего страшного. Почему нет? Сейчас, из-за того, что есть акцентное ухо и слишком контрастное, да, вот выступление фона вперед, внимание зрителя немножко смещается с основной целью, да, на которую вы хотели обратить внимание. В остальном работа шикарная, как обычно. Можем даже проверить ее по всем нашим законам. Все, в общем-то, идеально с обоих сторон. И при том, обратите внимание, что, когда мы обрезаем те моменты, о которых я говорила, это ухо, да, это вот этот контраст и ранжир в текстурах, то смотрится работа намного выигрышней. Особенно вот это по вертикали. Подумайте об этом. Переходим к следующей работе. Следующая работа тоже автора, которая стартовала вместе с началом нашего марафона, и это очень здорово. Здесь мне хотелось бы отметить, что, в принципе, все решено идеально, отлично, настолько же лаконично, ну, практически настолько же лаконично, как и первая работа. И при этом сложно, да, определить, почему нельзя было взять ее на первое место. Но я поделюсь с вами таким секретом. Ну, не секретом, да, а тем, что я говорила в самом начале. Обложка должна привлекать внимание. Сейчас эта работа смотрится как хорошая книжная какая-то графика, да, как что-то, как какое-то наполнение. Но из-за того, что нету каких-то ярких контрастов, она не дотягивает до обложки, до киноафиши, то, чем мы с вами занимаемся. Можно поступить следующим способом. Давайте попробуем взять и увести фон в тень, так, чтобы ваши вот эти картинки, да, вот эти фотографии из короткометражки вышли бы на передний план. Это сразу сделает работу более гармоничной с точки зрения именно подхода обложки, именно подхода киноафиши, которая должна привлекать внимание. Просто сделаем темнее. Даже хотя бы так. Уже работы выделяются. И, в принципе, этого было бы достаточно. Но, кроме того, вы могли бы добавить сюда еще и цвет. К примеру, какой-нибудь там необычный оттенок зеленого. Помните, когда он находится в кабинете? Там какой-то синий-зеленый такой колорит. И можно было бы как раз сделать вот что-то типа бильярдной, знаете, фактуры на столе, на бильярдном, да. Что-то вот такое, к примеру, да. И оно бы выделило еще лучше ваши цветные контрасты, цветовые контрасты, цветовые акценты. Вот этот вот самолетик, да, кинопленка на заднем плане, вот этот вот демон-продавец и так далее. То есть вроде бы практически ничего не изменилось. То есть маленький, да, какой-то акцент, но работа сразу смотрится по-другому. И это очень важно. То есть почему, да, вот только из-за такого маленького оберега, да, нельзя взять первое место? Именно потому, что в киноафише важно привлечь внимание. То есть важно, чтобы зритель сразу захотел остановиться, посмотреть, что же это такое. Может быть, захотел бы снять эту афишу себе, повесить у себя на стенке или даже оформить в раму. То есть когда мы делаем киноафишу, мы должны думать как в какой-то степени рекламщики, да, и давать зрителю шанс влюбиться в афишу для того, чтобы позже, возможно, влюбиться и в фильм. Ну, в общем, в будущих ваших работах, я думаю, вы примете это к сведению, потому что, в принципе, это совсем крошечный огрех, который можно исправить. Предлагаю идти дальше. А, нет, давайте сначала посмотрим. Да, все по-честному. Тут, в общем-то, нет, мне кажется, никаких сомнений, что все отлично. Ну, здесь, как вы помните, текст не статичен, его можно двигать куда угодно. Можно передвинуть его вниз, да, вот сюда можно передвинуть вот сюда вниз. В принципе, везде он будет смотреться хорошо. Так, все, с этим закончили. Перейдем к следующей работе. Следующая иллюстрация романа, частого участника наших марафонов, что очень приятно. И на самом деле хотелось бы вообще эту работу на первое место передвинуть, потому что очень классное, интересное решение вот этой двойной экспозиции, истории в истории, этого коллажа очень здорово. Но не хватает немножко, опять-таки, композиционных контрастов. То есть понятно, что вы уже как бы сделали подход с точки зрения черно-белой картинки и цветной. Но этого недостаточно, потому что кроме цвета есть еще и тон в наших работах. А сейчас тонально, ну, немножко картинка цветная потяжелее, но не сильно, да. То есть она должна быть как раз-таки ярче, контрастнее, чтобы еще больше добавить разницы, да, с тем, что у нас вокруг. Для этого, в принципе, можно научиться работать со светом. И это будет в любом, мне кажется, в любом сценарии не лишним, потому что свет – это отличный эффект, который создает пространство и который добавляет ритмики, контрастов в наши работы. Первым, что можно было бы сделать, это, конечно же, взять и, соответственно, полностью сделать темнее все, что у нас на заднем плане, так, чтобы выделить, соответственно, главных, не главных героев, а центр композиции цветной, а все остальное сделать как бы на порядок темнее. Но, опять же, не значит это, что вы должны совсем делать все черным. Конечно, мы можем какие-то моменты вытаскивать, да, к примеру, вот там лица, родителей, их можно вытащить посветлее. К тому же у вас есть объем, который создан с помощью штриховки. То есть это точно лишним не будет. Где-то немножко добавить света. То есть уже ваша работа смотрится немножко по-другому, да, за счет того, что вы добавили контрастов, и цветная картинка выделяется на фоне всего остального. Кроме того, ну, как бы здесь вам стоит просто самому посмотреть, поискать. Может быть, какие-то вещи сделать на порядок темнее, например, там какой-нибудь диван или, там, не знаю, кресло. В общем, подумайте, что. Может быть, стену, наоборот, на заднем плане сделать темнее намного, да, все остальное сделать светлее. Почему нет? Тут же все-таки окно. Но все равно такое, чтобы создавалось впечатление, что это задний план, он уходит назад именно за счет работы со светом. Но опять-таки не переусердствуйте, потому что можно сделать, да, слепить работу со светом вообще совершенно иначе. Вот так. Сделать светлое окно. Отсюда падает свет немножко, может быть, на диван. Немножко вот здесь. И тогда работа тоже будет смотреться по-другому, но тогда мы совсем потеряем центр нашей композиции, несмотря на то, что он находится в центре, да, нашей композиции. Все пойдет тогда совершенно иначе. Но, как видите, работа со светом добавляет больше пространства и интереса к нашей иллюстрации. Кроме этого, мне хотелось бы еще отметить небольшой момент, который можно было бы улучшить. Это не съедайте анатомию ваших героев, да. То есть вот здесь мужчину вы как бы прорисовали плечо достаточно убедительно, а у женщины какое-то непонятно что, да. То есть что это вообще? Это довольно странно. Если уж вы так прорисовываете, сделайте ей тоже плечико, да. И она, очевидно, на переднем плане относительно мужчины, поэтому там какой-то, может быть, намек дать на второе плечо, и там какой-то эффект растворения одного плеча в другом. То есть это намного лучше, да, вот такая вот немножко усредненная, но тем не менее анатомия, чем вот такие обрубки. То есть это сразу на вылет на мысли о каких-то, ну, довольно странных перетрубациях человеческой анатомии. Все-таки не будем про нее забывать, это важный элемент, поскольку у людей, которые радуются внутри центра композиции, все с анатомией идеально, отлично отрисованные анатомические лица. Почему внезапно внизу вы решили не думать об этом? Это довольно странно. Ну, то есть даже если предположить, что это вот плечо у нее, да, какое-то, что она там в полоборота стоит, ну, не может быть такого угла. Сделайте тогда плечо вот так, уведите. Тогда и не будет видно воротничка, если это, ну, как бы если она стоит спиной. Посмотрите анатомически, именно вот маму семейства, она сейчас выглядит крайне неубедительно. А в остальном мне очень, хотелось бы отметить, что мне очень понравилось решение с двойной экспозицией именно в этом плане, что у нас присутствуют и родители, да, вот в той реальности, да, в которой они, видимо, находились в начале фильма, такие немножечко замученные, и родители с двумя калебами внутри. То есть это классный прием, да, и он хорошо здесь смотрится. Плюс здорово, что есть ранжир с цветным, да, вот этим пятном в середине, и, соответственно, черно-белой рамой этого пятна. Так, да, давайте посмотрим на раму. Текст, опять же, мы помним, что можно двигать. Давайте попробуем подвинуть его вниз, да, чтобы он не занимал там мамино лицо здесь, или можно сюда. В принципе, с текстом, я думаю, дизайнер бы разобрался в этом, нет ничего там страшного. И вертикаль. С вертикалью все в порядке, только от метки плечика надо было рисовать. Мне очень нравится, как у вас получается, ваша фактура, ваши композиции, сюжеты и находки продолжать в том же духе. Идем дальше. Следующая работа. Во-первых, очень классное исполнение именно с точки зрения эмоций. Но из-за того, что мы видим какую-то связь, да, вот этих героев, у зрителя складывается ощущение немножечко другого контекста. То есть все-таки короткометражка не романтическая. Хоть там и есть намек на то, что у них были отношения, и что они просто о них забыли. Но сейчас оба персонажа выходят на передний план, и они имеют одинаковый вес на иллюстрации, что подводит потенциального зрителя к мысли о том, что и в фильме они будут иметь одинаковый вес. Но это ведь не так. У нас есть главный герой и второстепенный. То есть это женщина, да, на втором плане. Поэтому важно в афише это тоже уметь показать. То есть сейчас вы сместили фокус сюжетный очень сильно, да. Хотя вот и там пальмы, и море вот за этой дверью. Это все очень здорово. Отличные находки, такие коллажные. Может быть, даже вот эти вот истории из переднего плана можно было там как-то подобре спустить, чтобы они, да, так не... не лезли в глаза вот этой вот своей горизонталью, да. Может быть, чуть-чуть их... чуть-чуть развернуть, чтобы эта сумка, да, была чуть-чуть как бы, ну так, под углом, именно коллажно. И освободится место. К тому же для какого-то более акцентного пятна вот здесь с океаном, с морем. Может быть, сделать чуть-чуть поменьше эти черные пятна. Потому что все-таки они сейчас забирают на себя очень много внимания. Они такие очень контрастные. Если они будут чуть-чуть поменьше, это не будет сильно менять контексты иллюстрации, но в то же время сделает с точки зрения композиции хорошую фору для основных персонажей. Что сделать с девушкой? Думаю, вам виднее. Но фактически можно было бы также ее сделать менее значимой, просто уменьшив ее размер в иллюстрации. Давайте попробуем, как это будет смотреться. Допустим, вот. То есть она есть на заднем плане. Может быть, даже чуть-чуть перекрываться будет она главным героем. И все. И сразу же она становится уже не героиней, а второстепенной какой-то, да, личностью, которая вроде бы имеет значение на иллюстрации и, видимо, будет иметь значение в фильме, но не такое катастрофическое, да, какое это было в самом начале. В принципе, я думаю, что вот примерно так было бы достаточно. То есть просто немножко акцентировать больше вашего главного героя. Ну и, кстати, его бы, наверное, я тоже вывела все-таки вперед, чтобы, ну, опять же, напомнить зрителю, дать понять зрителю о том, что это главный персонаж и что нужно сконцентрировать свое внимание на нем. Речь в фильме пойдет именно о нем. Ну, я, опять же, показываю просто эскиза. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю и что имею в виду. Надеюсь. И, соответственно, так мы уже видим. Кстати, вот теперь эти сумки можно вообще переместить в другую сторону. Ну, то есть это, по сути дела, коллаж, да. Немножко изменить соотношение персонажей, да, и соотношение объектов на нашем коллаже так, чтобы акцентировать главную героя и все остальное ввести на задний план. То есть этот чувак важнее, чем, в конце концов, эта девушка, поскольку они неравнозначны. Так, ну и давайте посмотрим на обрезку. С обрезкой, в принципе, все в порядке. Как горизонтально, так и вертикально. Все прям супер. Другое дело, что нужно немножечко изменить сюжет самой иллюстрации. Следующая работа Альба, тоже постоянная участница нашего марафона. И конкретно эта работа мне понравилась, опять-таки, своей лаконичностью и в этом ее сила. Здесь я даже, наверное, не смогу сказать ничего, что можно было бы здесь поменять именно относительно, да, задумки сюжетной. Я бы сказала именно относительно компоновки самой идеи. потому, что если мы начнем обрезать, то в горизонтали у нас все в порядке, а в вертикали, как видите, очень много сюжетной составляющей обрезается. Это все-таки важный элемент, да, нашей задачи, чтобы с кадрированием не терялась наша задумка. То есть, другими словами, я бы сделала дверь намного больше, чем она есть сейчас. Не больше, наоборот, меньше, конечно же. Больше именно сам кадр, да, то есть дальше, чтобы мы могли смотреть, допустим, так. По одной простой причине, именно, чтобы дать шанс кадрированию. ну и кроме того, тут можно больше дать, да, какой-то вот этой составляющей сюжетной, которую вы вот так классно вписали, и зритель на нее просто больше обратит внимание. Как-то вот так, да, с тем, чтобы понять, как бы это выглядело, если бы было немножко по-другому кадрировано. Ничего бы не изменилось, да, у нас работа осталась бы такой же, какой и была, просто с точки зрения именно кадра она бы смотрелась лучше, да, обратите внимание, горизонтально и вертикально. То есть в этом прям, ну, сильный момент, может быть, даже еще меньше, может быть, вообще сдвинуть немножко так дверь, чтобы она была не в самом центре, а чуть-чуть, да, подвинуть ее вот так, к примеру. Почему нет? Даже в квадрате это будет смотреться вполне уместно. Да, давайте посмотрим. У нас остается, да, та же самая задумка, можно было бы просто, к примеру, что-то дать вот здесь, там какие-нибудь там в рамочке, я не знаю, там же там что-то такое было в этом кабинете, да, может быть, дать просто какую-то стену, может быть, вообще ничего не давать, может быть, нарисовать силуэт там того чувака, уходящий, да, который, помните, был какой-то там на байке, но можно вообще ничего не давать, потому что так, видите, как здорово кадрируется вертикаль и горизонталь, то есть мы сместили центр двери, но при этом у нас ближе к центру стало вот это вот акцентное пятно, вот этой пшеницы, которая вырывается, да, из, соответственно, вот этого путешествия, которое никто не запомнит из персонажей, да. почему не на первом месте? Наверное, потому что слишком лаконично, то есть в этом и сила, но тут должна быть какая-то определенная, как бы это сказать, гармония, да, то есть у вас всего один объект, это очень здорово, но может быть слишком просто, да, чересчур, а может быть, наоборот, стоило, чтобы заменить эту историю, сделать, наоборот, больше все это, чтобы у вас была просто дверь, да, вот этот, господи, дверная ручка, и в принципе ничего не меняется, понятно же, что это дверь, и посмотрим кадрирование, и кадрирование смотрится обоюдно и то и другое лучше, и, кстати говоря, даже с точки зрения, наверное, композиционной, это более выигрышный вариант, потому что, несмотря на то, что это та же самая картинка, но изобразительности становится больше и больше контекста, потому что, когда мы делаем ее, меньше, да, вернемся, то она слишком сильно от нас отдаляется. Если же мы вернемся к вашему изначальному варианту, то, ну, соответственно, у нас немножечко уходит непонятно куда центр композиции, его в любом случае нужно двигать куда-то, как-то, чтобы он кадрировался, адекватно. В общем, подумайте, как вам это ближе, потому что, в принципе, даже ваша изначальная, да, компоновка очень хороша, и мне она очень нравится, может быть, вообще не стоит ничего делать, оставить как есть. Предлагаю перейти к следующему участнику нашего марафона. тоже потрясающие работы у участницы, они практически всегда входили в топ, но сегодня вот они просто вошли в десятку. Здесь с одной точки зрения мне очень нравится исполнение, да, оно очень живописное, очень классное, так же, как и во всех предыдущих работах, но в отличие от предыдущих работ и в отличие от первой самой работы, недостаточно сюжетности, да. В первой работе, если вы помните, очень много сюжета, она балансирует на грани между книжной графикой и киноафишей, но все-таки перетягивается в киноафишу, потому что очень классно выставлены акценты и разве, ну, как бы, расставлены планы. Это очень здорово. Здесь же, что в прошлой работе, что в этой, вы ушли от плановости, ушли в какую-то простоту, но не в хорошем смысле, да, этого слова. То есть, несмотря на лаконичность многих композиций, о которых мы сегодня говорили, там очень большую роль играет сюжетная составляющая. Если мы, например, вернемся к первой работе, здесь у нас куча эмоций, да, одного и того же мальчика, и в то же время есть намек на то, что какой-то сюжет присутствует, да, хотя он и очень неуловимый. Но в этом и интрига, и это здорово, что здесь сразу зритель будет думать о том, что это за история про мальчика, о чем там пойдет речь, пойдет речь о том, что там в нем живет несколько личностей или о чем-то в этом духе. Ну, то есть, уже есть много контекста, который складывается в голове у зрителя. У второй работа вообще, ну, как бы, воспоминания воспоминаний, которые извлекают, и тоже много очень ассоциаций, которые рождаются, глядя на эту иллюстрацию. Хотя она достаточно простая. Третья работа тоже, вроде бы, очень простая, но в ней композиционно все хорошо выстроено и коллажно, да, хоть и коллажно, но очень убедительно, да, и достоверно расставлены нужные акценты. У вас уходит сюжетность, у вас расплывается, да, вот эта конкретика, ее не хватает. Нужно подумать, как это все довести, да, до какого-то законченного вида, потому что, конечно, если мы будем кадрировать, оно смотрится лучше, намного, но мы помним о том, что работа должна смотреться и в квадрате хорошо, а из-за того, что мы убираем, да, наши рамки, в квадрате работа становится куцей, чего нельзя сказать о первых трех работах, потому что они отлично смотрятся и в квадрате, ну, и, кстати, остальные тоже для квадрата смотрятся хорошо. Здесь же явно работа под то, что мы все обрежем и останется только центр. Поищите что-нибудь еще, поищите какой-то еще контекст, может быть, просто банально рамы, да, какие-то, которые вот, которые как раз-таки добавляются с помощью кадрирования, может быть, там будет какая-то дверь, в которую они там заходят, не знаю, как в первой, кстати, вашей работе, у вас там очень здорово вписывается дверь, в которую мальчишки, а мальчишка маленький заглядывает, открывает, и смотрит, что же там происходит. Дверь там очень уместная и может быть, ее тоже стоит как-то добавить, что мальчик же сначала жил в комнате, да, у второго, ну, точнее, у первого, да, они там вместе сидели. То есть, может быть, это дверь детской комнаты, а они вот отсюда выходят, может быть, даже поменять по-другому, может быть, они в комнате, а там сзади нарисовать силуэты родителей, да, вот эти, которые у вас сейчас выходят на передний план. А здесь как раз-таки дать им в руки там те игрушки, которыми они играют, там книжки, которые читают, какие-то уроки они там еще учат, да, то есть какой-то вот контекст, которые есть непосредственно в вашей, не в вашей, в нашем, в нашем фильме, там, может, какой-то учебник он держит. То есть добавить чего-то живого, да, может быть, в другой руке у него тоже что-то есть, и у этого парнишки тоже там что-то в руке, потому что они же там, да, чем-то занимаются, какие-то задачки решают школьные, там, может, какие-то хулиганы, я не знаю, которые обижали главного парнишку, там, не знаю, какой-нибудь символ, может быть, мячик, который отняли, или что-то в этом духе, короче, не знаю, посмотрите, подумайте, не хватает очень какого-то контекста, какой-то живости, которую можно вписать в квадрат, то есть нарисовано все супер, технически, да, вопросов нету, можно, конечно, сделать меньше фактурности, например, в лицах, да, чтобы сделать мальчишек более юными, потому что чем больше фактуры в лицах мы даем, тем старше, соответственно, становятся люди, так же, как вот, с первой работой, только здесь с точки зрения линии, а здесь у вас с точки зрения фактуры, но в остальном, как бы, технически очень здорово все сделано, я бы даже, ну, как бы, об этом ничего не стала говорить, но сюжетно не хватает интереса, да, вот я ничего не добавила в вашей работе, все осталось так же, вот эти, там, родители есть, есть мальчишки, которых я вообще не трогала, и парочка там каких-то намеков на то, что они что-то делают, может быть, читают или смотрят, какие-то у них, не знаю, штуки интересные, может быть, там, вот они же там что-то изобретали, с папой сидели, да, вот что-то такое должно быть, какие-то должны быть артефакты фильма, которые зритель потом, может быть, узнает, или которые его изначально привлекут и будут ему интересны, то есть поищите, сейчас не хватает сюжета, я думаю, что, в общем-то, можно даже не смотреть, даже, видите, с этим кадрированием сюжет становится больше, поищите, может быть, что-то найдете, переходим к следующей работе, и здесь мне сразу хотелось бы оговориться, что она, в принципе, похожа на ту, которая на третьем месте, но здесь слишком нарочит кадр из фильма, то есть тогда у вас, в принципе, получается и не иллюстрация, а получается просто кадр из фильма, это не очень честно, но, в принципе, это очень неплохой ход, и он имеет право на существование, кроме того, вы убрали все лишнее из кадра, да, и оставили лаконично, да, те дышащипательные элементы, именно те самые артефакты из фильма, которые привлекают внимание, которые можно узнать в финале, это здорово, то есть, поэтому мне захотелось отметить вашу работу, с точки зрения композиции у вас все отлично, давайте попробуем посмотреть на кадрирование, вертикальное, горизонтальное, все отлично, да, мне нравится, что здесь всего мало, но может быть, все-таки стоило добавить еще там, какие-нибудь, не знаю, там бумаги, да, вот эти файлы, папка с файлами, или файл с документами, ну, в общем, мы поняли, где еще какие-то фотографии, да, какие-нибудь краешки вот этих папок, может быть, еще пару краешков полароидов, просто, чтобы добавить немного композиционного, композиционной заполненности для вашей иллюстрации, то есть, в принципе, то же самое, что и здесь, два объекта, это, конечно, класс, это очень лаконично и оправданно, но все-таки немножко не хватает того, за что хочется зацепиться взглядом зрителю, то есть, хочется расследовать, вот вы показали зрителю две улики, ему хочется начать расследование, но у него не хватает информации, то есть, еще бы чуть-чуть краешков, да, ему эти краешки документов, никакой информации бы не дали, но не дали бы ему намек на то, что в фильме эта информация есть, и что вы можете заманить зрителя в этот фильм, чтобы он посмотрел и узнал разгадку того, что это за самолетик, и что это за такой старичок на фотографии, то есть, чуть-чуть не хватает вот этой вот наполненности артефактами, о которых я постоянно говорю, идем дальше. Так, давайте чуть-чуть подтянем работу, все-таки нам ее обрезать до квадрата. Еще одна работа, Юлия тоже постоянно участница наших марафонов, сразу хочется сказать, что здорово, что ваши работы все время хочется обсудить, и все время хочется рассказать про них, это сильная сторона, но все равно еще есть над чем работать, и в принципе вы практически решили ту проблему, которую мы обсуждали в прошлый раз, то есть контраст между планами, контраст между разными событийными центрами композиции, но в то же время еще немножечко его не хватает, то есть хочется еще больше его усилить. Если вы помните, в прошлый раз я для других работ предлагала это решение, но сейчас, может быть, оно подойдет и вам. Если у нас есть главный план, и очевидно, что главный план на этой работе это вот эти мальчишки, которые сидят в своем замке, и, соответственно, это главный композиционный план. Давайте посмотрим, что происходит, если мы начнем обрезать наши иллюстрации. Горизонталь и вертикаль. В принципе, вертикаль и нормально, только все-таки сверху лица родителей, и они как бы будут под текстом. Это не очень. Ну, это и не главное, потому что текст я, в принципе, вам не давала. Здесь обрезаются лица родителей, но они, в принципе, и не важны. Но соль не в этом. Соль в том, что как было в квадрате, так и остается в обоих кадрированиях, у вас практически посередине находится вот это вот разделение верхнего и нижнего контекстов. Даже не практически, а вот прям посередине фотошоп подсказывает. А так нельзя. То есть то место, куда стремится взгляд зрителя, центр композиции, в котором хоть что-нибудь должно быть, там нет ничего. Там просто пустота. Там какой-то ковер. Но это нечестно по отношению к зрителю. Сюда просится какой-то наполненности. Сюда просятся мальчишки. И, в принципе, в этом не было бы ничего ужасного. Давайте сотрем наш центр и попробуем дорисовать. Просто можно вот этими одеялами какими-то и полом. Может быть, здесь еще нарисовать каких-то игрушек, которые они играют. Опять-таки, чего-то добавить. Это, в принципе, не важно, потому что под горизонталь это будет обрезаться. Но под квадрат и под вертикаль это интересные элементы, композиции, которые заставят зрителя полюбить иллюстрацию и впоследствии фильм. И тот момент, о котором я говорила, который я предлагала другим авторам в прошлый раз, это сместить наполненность деталями, детализацию с заднего плана на основной. В вашем случае это вот, да, мальчишки. Понятно, что здесь родители, но они не играют большой роли в вашей иллюстрации. Они уже там в тени. Вы уже сразу их поместили в тень и не даете им шансов выйти вперед. Они в тени находятся. Но в то же время недостаточно в тени. То есть вроде бы еще хочется на них посмотреть, но не очень понятно, зачем они там нужны. И немножко смещается контекст ситуации, что вот какие-то недовольные родители, дети играют, то может быть это драма вообще, ну непонятно. Если мы сместим просто вот эту историю, как я сказала, то, соответственно, родители уже уходят на задний план, и мы можем вообще превратить их в силуэты. К примеру, взять какой-то тон, ну вот допустим, вот этот синий хорошо смотрится, и с помощью него нарисовать силуэты мужской, да, и женский. Можно даже повыше, чтобы, соответственно, не обрезать им голову. Может быть, женский вообще сзади, да, как-то вот так. А может быть и вовсе сделать как раз то, что я предлагала через одну работу назад. сделать как раз таки дверь сзади, а в этой двери какие-то силуэты вот родителей, да, то есть дверь неконтрастную сзади, пусть она будет в центре или там сбоку, ну давайте сделаем максимально просто, в центре. И там на фоне вот эти фигуры родителей, которые застали мальчишек, но оказывается их двое, да, не один сын, а аж целых два. Вдвое больше проблем с подростками ждет их через несколько лет. То есть ничего не поменялось, контекст, да, сюжетный остался тем же самым, но композиционное планирование мы немножко подвинули. И, соответственно, теперь, если мы посмотрим на кадрирование вертикальное и горизонтальное, то в нем будет больше осмысленности. И в то же время вот этот ваш центр композиции, так классно нарисованный, такой теплый, такой уютный, он остается и никуда не девается, да. И он и заманивает зрителей туда, да, вот в фильм, в это место, за динозавриками. То есть вроде бы ничего сильно я не изменила, но если мы вернемся к исходной, да, то будет очевидно, что центр композиции у вас провисает вниз, и он, в общем-то, не осмысленен, да, его нужно поднимать и дополнять, да, какими-то достаточно простыми элементами, да, плоскими, которые, в общем-то, и не имеют большого значения с точки зрения наполнения сюжетного, да, но имеют большое значение с точки зрения наполнения композиционного. Давайте перейдем к последней работе. Последняя работа меня покорила своей простотой, как вы уже могли догадаться, простотой и решением, которое показал Роман вот в своей работе, да. Она очень похожа, то есть цвет и приглушенные оттенки, ну, практически ЧБ, то есть мир, в котором они живут сейчас, и, соответственно, мир в картинке. И обратите внимание, что здесь тоже есть пара, да, так же, как и в работе, вот, о которой я говорила, что они слишком равноценны. Но из-за того, что они стоят спиной, это немножечко скрашивается. Хотя я бы все-таки предложила то же, что и предыдущему автору, да, которого я только что показывала, немножко изменить расстановку сил. Пусть девушка будет меньше. Она прохожий. Она не главный герой. Не нужно ее ставить наравне с главным героем только потому, что мы такие хитренькие уже посмотрели фильм и знаем, что у них там что-то было. И то мы этого не знаем. Мы только догадываемся, да. Пусть она останется прохожей. Пусть она станет объектом, который намекает зрителю потенциальному, что там может быть что-то еще, что человек не один стоит, а что там еще есть какие-то люди. В остальном контекст не меняется, да. Я бы оставила его и так. И здорово, что у вас вот этот телевизор летит, да, а не просто висит, и они на него смотрят. Это все очень здорово. Добавляет динамики. Также добавляют динамики вот эти направляющие дома на заднем плане. То есть с точки зрения вот именно изначальной композиции, да, которую я увидела, мне все очень понравилось. Но с точки зрения сюжетной хотелось бы чуть-чуть отодвинуть девушку, чтобы все-таки вывести вперед главного героя. Ну, можно быть, даже вот как-то так ее подвинем, чтобы потом при кадрировании она у нас никуда не делась. Давайте, да, сотрем все лишнее снова. Ну и теперь давайте посмотрим, как это будет кадрироваться. А давайте сначала посмотрим, как это бы кадрировалось. Без моих вмешательств кадрировалось бы отлично. Да, вообще никаких вопросов. И давайте глянем, как кадрируется теперь. То же самое, да, ничего не меняется. Ой, пардон. Не меняется ничего с точки зрения, да, вот этого композиционного наполнения. Но все-таки сюжетный момент я бы чуть-чуть сместила. Еще один момент, почему я не стала отправлять работу на передний план, да, в тройку лучших, это фактуры, которые слишком компьютеризированы, да. То есть складывается ощущение, что это просто, ну, трассировка. Или как это правильно говорится? Трассировка? Не знаю. Трассировка. Такое чувство, как будто бы вы просто загнали кадры из фильма, трассировали их в какой-то программе, и вот у вас остались такие, ну, странные, фактурные какие-то вот тут остатки, шумы, которые не выглядят так живописно, как, например, шумы вот в первой работе, да. Очевидно, они оригинальны, они изначально авторские. А шумы на этой иллюстрации все-таки, ну, неубедительны, они слишком цифровые. Попробуйте сделать вот то, что делает Екатерина в своих иллюстрациях. То есть находят классные фактуры, которые, соответственно, подчеркивают задумку. То есть у вас здорово, что эта фактура есть, но как-то нужно от нее немножко уйти. Либо попробуйте сделать проще, да, по фактуризации. То есть вообще убрать фактуру, и пусть эта работа смотрится так просто, пусть. Это не страшно. Либо, может быть, наложить фактуру какую-то вот типа вот этой бумажную, да, что это какое-то, опять-таки, какое-то воспоминание. Может быть, вообще сделать фактуру из, ну, типа а-ля какой-то фотоэффект. Потому что это, например, полароидный снимок. Там были полароиды достаточно часто, какие-нибудь засветы. То есть меня смущает в этой работе именно вот эти вот... Это излишняя оцифрованность. От нее как-то нужно уйти. Либо это будет нарочитая оцифрованность, прямо вот супернарочитая. Такое тоже достаточно часто встречается, и это сильный ход. Но у вас везде одна фактура, и складывается ощущение именно как раз-таки трассировки, что не делает честь иллюстрации, даже если вырисовали ее без этого инструмента. Ну что ж, на этом сегодня все с точки зрения рассказов. И еще я хотела бы один момент добавить к сегодняшним рассказам. Это я хотела поинтересоваться... Мне, конечно, никто не ответит, но тем не менее. Почему никто, ну, кроме романа в данном случае, не использовал двойную экспозицию? На мой взгляд, это самый классный ход для обеих короткометражек. Потому что с короткометражкой «Кальп» вы могли сделать, к примеру, силуэт мальчика, а внутри силуэт мальчика... Да, ну я так просто набросаю. А внутри силуэт мальчика нарисовать, к примеру, какой-то кадр из фильма, да, который там происходит. Там, может быть, родители смотрят на него, может быть, там вообще сделать эффект. Боже мой, забыла, как он называется. Когда, знаете, смотрите в зеркало прямо, и там много-много-много чего-то еще. То есть там еще один мальчик, а там еще один мальчик, и там еще один мальчик, и так далее. Ну вот что-то похожее есть у Екатерины, да, здесь. Но только это относительно вот конкретно этого фильма. То есть это, по сути дела, двойная экспозиция. История в истории, в истории, в истории, да. Мне кажется, что это неплохой ход. И я удивлена, что никто не воспользовался, потому что, мне кажется, он был самым очевидным. И хорошо, что вот у Романа хоть что-то, да, в этом духе появилось. Мне стало не так как-то странно. И то же самое можно было бы дать и с товарищем с воспоминаниями, да. Это мог быть этот парень в пуховике, да, соответственно, его силуэт. И внутри уже какие-то воспоминания его, да. То есть это вот что-то наподобие того, что есть в работе Альбы, да. Какие-то пальмы. Может быть, там вот как раз девушка бежит, а он за ней. То есть какая-то история внутри. И она совпадает и с названием картинки, ну, картины, да, с названием короткометражки и так далее. То есть вот, ну, конечно, пальма здесь у меня слишком по центру получилась. Но я думаю, что вы меня поняли. То есть какая-то история там внутри у его главного силуэта. Опять-таки двойная экспозиция. То есть вот у Альбы есть похожий какой-то момент, да. Но он решен иначе. Мне было странно, что никто из вас не воспользовался. Потому что обе короткометражки потенциально идеально вписываются в двойную экспозицию. Потому что в первой короткометражке есть мальчик, который себя отсканировал, копировал, дублировал. В общем, вы меня поняли. А во второй короткометражке, ну, то есть отсканированный мальчик, копированный мальчик, это, в принципе, потенциально история с двойным дном. А поэтому двойная экспозиция. И то же самое с воспоминаниями, да. То есть воспоминания — это уже двойная экспозиция. К тому же в этом фильме это фильм про двойную экспозицию. Странно, что так мало именно такого решения, да, таких решений было предложено в этом туре марафона. Ну, это просто такой небольшой, небольшая ремарка, как бы я, например, решила обе эти короткометражки. На мой взгляд, в данном случае идеально вписывается именно такой подход, потому что он показывает, что все не так просто в этих фильмах, как кажется на первый взгляд. То есть как раз-таки двойная экспозиция. Но на этом сегодня все. Я сегодня заболталась дольше, чем обычно, потому что работа классная, и хотелось подольше их обсудить. И это был третий тур марафона. Впереди и четвертый тур марафона. Последний, заключительный. И я очень надеюсь, что вы возьмете себя в руки и дожмете до конца, покажете классные результаты. И мы с вами, кроме того, что порадуемся за победителей, еще и полюбуемся новым крутым выпуском четвертого журнала FENZINE 42. Ну, до скорого. Жду вас в следующем туре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова